Песня «Песня» Песня «Песня» И это был образ юного поэта После успеха Собинова на сценах императорских театров Другим исполнителям партии Ленского Ничего не оставалось, как подражать ему В костюме и гриме Но затмить его вокальное и актерское исполнение Уже не удавалось никому Спасибо тебе за твой чистый душевный звук Легкий и светлый За твое бельканто Потому что его чистого, совершенного, прекрасного пения У нас так не хватает Жму крепко твою руку Твой Качалов Не только артисты и певцы Но и русские композиторы и музыканты Считали за счастье Общаться с Леонидом Собиновым Сочинят для него И Оренский, и Рахманинов Цезарь Кюи очень много Можно этот ряд продолжать Он и Мусоргского пел Но вот то, что Рахманинов посвятил ему шесть романсов Это тоже говорит о многом Он ценил его тоже Как очень тонкого художника, тонкого певца Говорили, что невозможно объяснить рождение Собинова в России Его и называли русский итальянец, случайно родившийся в России Перед Собиновым и его спутниками Италия распахнула свои объятия в 1900 году Знакомство певца с этой музыкальной страной началось с Милана Главного оперного города итальянцев Поначалу поездка затевалась как развлекательная и познавательная Но Леонид Витальевич не мог долго оставаться праздником Он взял на прокат пианино Нанял известного учителя пения Мацоли И принялся постигать хитрости Бельханто И разучивать новые партии Буквально через пару лет Леонид Собинов покорит публику Ласкало Станет настоящей европейской звездой Он будет приезжать в Италию каждый год Готовить новые роли Прививать итальянцам русский вкус Так как местная кухня по-прежнему будет вызывать у певца одно недоумение Все, что мы едим, пересолено, перекопчено Воняет чесноком и свидетельствует больше о плохом кошельке итальянцев, чем о плохом аппетите Писал им в первый год пребывания в Милане Питаюсь я дома Причем каждое утро с кухаркой у меня происходит переговоры о том, что готовить и как Я учу ее, как готовить лапшу, щи, борщ Вообще, сцены умилительные Солнце взойди скорей Звезды светом растая Там на небе мерцая Бледно горят они Солнце взойди Солнце взойди Сигай Сигай Ответи мир Все партии в Италии Леонид Собинов готовил на двух языках Итальянском и русском Кроме подробного изучения партитуры, он был занят тем, чем обычные певцы не интересовались Доводил до ума либретто Изменял текст партии Делал его удобным для голоса и слуха И с пристрастием искусствоведа ходил по музеям, галереям и магазинам В поисках нужных книг, тканей и атрибутов для будущей роли Из письма к Елизавете Садовской, актрисе Малого театра 1902 год Костюмы непременно хочу сшить здесь, так как достал чудесные венецианские материи Купил старинную книгу итальянских костюмов 14-15 столетий Очень интересное издание Остается только пойти к портному да понабрать отделку Для Ромео хочу сделать 4 костюмы, да для Миньоны 2 Следующее послание к Садовской, август 1904 года Дон Паскуале, как самая легкая и незатейливая опера, готова вполне Зато над Фра Дьявола я сижу, как японцы под Порт-Артуром Такая-то чертовская партия Это написано накануне фурора в Ласкало Субтитры создавал DimaTorzok Своим исполнением этих партий Леонид Собинов заставил итальянцев, по словам современников, изменить их отношение к опере, как только к искусству пения Теперь от всех артистов стали требовать драматического переживания роли В Милане Собинову выпал успех, которого почти никто из иностранцев не имел В один вечер он стал мировой знаменитостью В Италии начались споры, действительно ли Собинов русский, или он все же итальянец Оказывается, и в России есть чудесные голоса, и она не только страна медведей, писали в местных газетах В довершении ко всему произошел один забавный случай В один из дней прибыл поезд из Москвы Открылись двери, итальянцы были потрясены, увидев, как в белых колпаках Выходили люди из ресторана тестово, выносились бочонки с икрой Выносились какие-то емкости, в которых плескалась стерлик И эта публика, которая там оказалась, совершенно потрясенная стояла, открыв рот И спрашивали, да что же это такое, что, куда это несут И кто-то сказал, это господин Собинов устраивает русский обед для своих итальянских друзей Леониду Витальевичу был оказан теплый прием со стороны итальянских звезд Он подружился с Титой Руффой Теплые встречи и радость общения в Италии сильно контрастировали с реалиями российской императорской сцены В одном из писем к Елизавете Садовской Собинов гневно замечает Моего успеха они мне все равно не простят Он у них как кость в горле Приятно всем этим пророкам, сулившим мне за время моей карьеры И скорую пропажу голоса, скорое окончание карьеры Затем неуспех за границей Приятно ли им сознавать, что они в сущности воронье, дравшие вестолку голодку Собинов все время в размышлении Продлевать ему контракт с дирекцией императорских театров Или заключить на новый сезон в Италии За это время он успеет побывать с гастролями в Монте-Карло и Берлине Выступить в частных театрах Петербурга и Кисловодска Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я не ищу славы Дон Жуана и никогда им не буду Я просто слишком живой и темпераментный человек, чтобы не откликаться и не реагировать на то, что делается вокруг меня У Собинова было два официальных брака, несколько очень громких романов, за которыми тянулся такой шлейф Но он никогда не был героем скандала И желтая пресса очень всегда на нее усердилась, потому что не о чем было писать Романы были, а скандалов не было И среди его подруг были очень достойные дамы Собинов был очень честный человек Он говорил, я не верю в вечную любовь, ее не бывает Во всем бывает весна, лето, осень и зима Но преданность близкому человеку он сохранял на всю жизнь Когда Леонид Собинов познакомился с актрисой Малого театра Елизаветой Садовской Было им по два года